Одним из отрицательных моментов является то, что у нас в нормативной документации не предусмотрено сроков разрыва между фрезерованием и между укладкой нижнего слоя асфальтобетона. Поэтому возникли некоторые трудности в выходные дни. Подрядчик врезался с островками, которые являются островками небезопасности. Безопасность, конечно, нарушалась в субботу выходной. А сегодня Комдорстрой, дирекция наша, заказчика, нам представит письма, в которых будет написано, что они сами устанавливают для подрядных организаций эти требования. Чтобы не было вот такое повсеместное фрезерование и через 4-5 месяцев, в декабре месяце, началась укладка асфальтобетона. Такое, конечно, приводит только к нарушению безопасности движения. Здесь нормально проведена на глубину фрезеровка и будем надеяться, что эта поверхность скоро укроется асфальтобетоном качественным. Значит, что бы хотела пожелать не только подрядным организациям, но и заказчику. Прежде всего, соблюдение сроков. Вот все технологические цепочки по устройству. Во-первых, подгрунтовка стыдна, но в отличие от очень многих российских городов, мы не применяем битумную эмульсию. Мы не можем ей заполнить так все поры, а ведь она обладает такими сцепными качествами намного лучше, чем наша подгрунтовка. Не надо обманывать на подгрунтовке, господа подрядчики. Не надо доливать туда много дизельного топлива, потому что это превращается в какой-то черный кисель, ни к чему не привязывающий асфальт. Не надо не соблюдать те требования, которые касаются, что как только мы подгрунтовкой заливаем нашу отфрезерованную поверхность, то мы буквально, бывает, через 3-4 дня только укладываем нижний слой асфальтобетонного покрытия. А в чем беда? А беда в том, что установлены сроки 7-9 часов, не более, а далее уже это уносится колесами, и мы неизвестно, с чем соединяемся. У нас нет сцепления, нет сцепления, нет долговечности покрытия. Потом, не у всех подрядных организаций есть лаборатории, это громадная проблема. Это проблема Волгоградской области. Значит, нужно немедленно для себя, самих, чтобы вас кто проверял, вы знали сами, что, какое положение, нанять подрядные лаборатории, субподряд нанять их, если у вас их нету, или возродить свои старые. Это очень выгодно, потому что иначе вы 5 лет будете по требованиям властей ремонтировать за свой счет бесконечно наши дороги. Мы работаем по линии, как бы, народного общественного контроля, согласно закону, изобретенного нашими депутатами Государственной Думы. Мы работаем и бесплатно отбираем и даем результаты и средствам массовой информации, подрядным организациям, заказчикам и так далее. И это действительно осуществляется бесплатно. Если нужны какие-то наши знания для любой стороны власти, для любой, для любых жителей или что-то, мы готовы их оказать. И очень радостно, что и Дорожный департамент, и Комдорстрой принял таки это решение о том, что у нас в дорогах, которые сейчас проторговываются, проектная документация имеет такое содержание, что асфальтобетон, сама смесь, будет изготавливаться с применением полимерно-битумных вяжущих. Чем это отличается от битума, который мы применяем? К сожалению, существующие битумы не имеют такого сцепления, которое было, например, 10 лет назад в России. И поэтому повсеместно в каждом городе применяются различные добавки-модификаторы, которые увеличивают срок действия дороги, увеличивают сцепные свойства. И поэтому проверять обязательно, мы вот как организация, стоящая на контроле, обязательно требуем, чтобы любой подрядчик сам для себя, любой заказчик, проверял обязательно коэффициент сцепления каменного материала с битумом, а значит, полимерно-битумными вяжущими. И их применение позволит нам увеличить долговечность дорог. Это стопроцентно доказано во многих регионах России. Недавно в Волгограде проводился всероссийский семинар, в котором участвовали и вы по ремонту дорог. Правда или нет, что съехали буквально представители со всех регионов, а город Волгоград в нем не участвовал? Да, этот семинар проводила наша организация, независимый центр по экспертизам, проводила совместно торгово-промышленные палаты Волгоградской области, движение автомобилистов. И что было крайне удивительно, Краснодарский край дает 38 руководителей подрядных организаций. С Москвы приезжают руководители крупнейших организаций, трансстроя, то есть огромных организаций, которые работают на Минке, на Московке, на Ленинградке. Но волгоградцы были представлены в единичном случае, то есть один-два человека с подрядных организаций. Больше никто не согласился, несмотря на наши просьбы, любые оказать льготы для того, чтобы они пришли. Не согласился, не пришли, не верят, не надеются, не хотят учиться, не хотят двигаться вперед.